СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД Требования очень строгие. В трамвайный парк, например, прибыли новые вагоны. Среди них первые в стране, прямо с завода, на самарские рельсы. Эти новые вагоны производства Усть-Катавского завода, по сути, новая эпоха в развитии самарского транспорта. Сегодня, поистину, исторический день. Эта машина впервые отправляется в рейс. В рейс с пассажирами. И мы тоже попадаем в историю, потому что мы самые первые пассажиры. И мы действительно первые. Совсем недавно эти вагоны сняли с грузовика. Собрали, настроили. И вот первый рейс. В этом вагоне еще не ступала нога пассажира. Здесь даже не успели снять пленочки. В камеру внутреннего видеонаблюдения. Как оценят самарцы новую технику, переживает Елена Найдина. Она хоть и опытный водитель трамвая, но тоже впервые идет в рейс на новом вагоне. До этого были только испытания и подготовка. Ой, как Гагарингу сказали. Он замахнул рукой. Все, поехали. Руки-ноги трясутся. Ну ничего. Я думаю, начальству дало такую возможность обкатать трамвай. Не подведу. Елена сразу отмечает особенности кабины водителя. Говорит, стало намного лучше. Да и салон, по ее мнению, стал гораздо приятнее и удобнее. Шикарная кабина в салоне. Много поручней. Есть где пассажирам задержаться, присесть. Салон просторный. То есть и с колясками тоже можно сесть. Удобно, все фиксируется. Первые пассажиры сразу обращают внимание на удобный салон. Подмечают они и то, что трамвай отечественного производства. Нам понравилось. Прекрасно. Прекрасно. Нам понравилось. И главное, что это делает Россия. Вот в чем. Главное это. Красивый, удобный. Немножечко мне показалось ласковат. Вот эта вот ступенечка. Ну, это потом доработают. Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что новые трамваи российского производства сильно отличаются от тех, что сейчас ходят по городским маршрутам. В вагонах есть все необходимое оборудование, соответствующее требованиям 21 века к общественному транспорту. С виду обычный вагон, но на самом деле изменений очень много. К примеру, вот эта кнопка вызова водителя. Любой человек может нажать ее и сообщить водителю, что инвалид хочет войти в трамвай или выйти из него. А для того, чтобы человек на инвалидной коляске попал в вагон, достаточно откинуть вот эту ручную аппарель. Механизм простой и не сломается. По ней человек на инвалидной коляске запросто попадает в вагон, а чтобы ему комфортно и безопасно ехалось дальше, есть вот этот ремень безопасности, которым просто пристегиваешься, как в обычном автомобиле. Эти трамваи вполне могут конкурировать с европейскими аналогами. В вагонах есть все необходимые системы, обеспечивающие комфорт не только водителя, но и пассажиров. Это белое устройство – колорифер. Его задача – распределять поток теплого воздуха по салону. Но на этом забота о пассажирах не заканчивается. Под каждым сидением свой индивидуальный обогреватель. Пока мы едем по маршруту и пассажиров немного, Елена рассказывает, новый трамвай не только комфортнее, но и проще в управлении. Намного мягче идет. То есть он уже не стучит, как старый трамвай. Он идет плавно, ход идет плавненький. Ну, сами чувствуете, он не грохочет, вот как те трамваи. Незадолго до остановки узнаем мнение молодежи. Ведь студенты – одни из главных пассажиров общественного транспорта. Да и взгляд у них более острый. Прикольно так сидеть. Уютненько. А вы вообще в курсе, что это его первый рейс и первый пассажир? Возьмите, пожалуйста. Нет, не в курсе. Как вам оказаться в истории? Очень. Я надеюсь, мне запомнят. Как оказалось, не только вагон отмечает свой первый рейс. В этот день у одной из юных пассажирок трамвая был день рождения. Неожиданный добрый знак. Мне понравился трамвай и очень приятно, что я первый пассажир. Так, а день рождения будете в трамвае? Нет, я думаю, я отмечу в другом месте, да. Да, но мне все-таки приятно, что мы попали в такую поездку. Это круто очень. Тепло попрощавшись с пассажирами нового самарского трамвая, отправляемся навстречу с другой новинкой. Трамваем, который поражает воображение и о котором еще несколько лет назад можно было только мечтать. Вот он, уникальный образец российского инженерного искусства. Трамвай, аналогов которому в России еще не производили. Имя ему 71-631. Эта машина практически лимузин среди всех самарских трамваев. Три секции, соединенных между собой гибкими переходами. Кондиционеры в салоне, низкие полы, пандусы для инвалидов, удобные кресла. Ни одного аналогового прибора на панели водителя. И главное, четыре мотора, каждый по 170 лошадиных сил, в сумме 680. Это больше, чем у Porsche 911 GT3 RS. А ведь это хардкорная версия Porsche. У нее даже ручек внутри салона нет. Так, маленькие петельки. Вот вам еще одно сравнение. В этом вагоне электронных систем больше, чем в рейндж-ровере. Водитель этого вагона Игорь Осадуллин как-то поспорил с владельцем внедорожника, сломавшегося на путях. И действительно оказалось, что английская машина не имеет столько электронных помощников. Не говоря уж о системах, обеспечивающих комфорт для пассажиров. Удобные кресла, кондиционеры и обогреватели, пандусы для инвалидов, электронное табло и мониторы, камеры наблюдения. Все это есть. Можно даже беспроводной интернет включить. Но главное, что вся электроника была настроена здесь, в Самаре. Фактически специалисты из Самары, Усть-Катава и Санкт-Петербурга учили трамвай ездить с учетом городских условий Самары. Они настроили все системы так, чтобы трамвай легко влился в ритм жизни губернской столицы. Пока шли испытания и настройки, Игорь Осадуллин буквально привязался к этой машине. И всегда сам водит ее по улицам города. Трамвай, да, мне очень нравится. Сейчас он стал более подходящий для города Самары. Сейчас именно с представителями Санкт-Петербурга ищем такую возможность, чтобы он именно подходил для Самары, для его дорог, для его движения в городе Самары. То есть здесь возможны многие варианты изменения, его ускорение, его торможение. И все, сейчас мы все это подбираем именно с представителями Санкт-Петербурга, чтобы вагон полностью подходил к городу Самары. Судя по количеству сложных систем, Усть-Катавский вагон должен быть безумно сложным в управлении. Но оказалось, что все не так страшно. Разобраться с управлением этого трамвая может даже ребенок. Тут все настолько просто, что даже не могу вспомнить ничего похожего в своей длительной тестовой практике. Все кнопки подписаны. Все переключатели расположены так, чтобы они были перед глазами, ничего не нужно было искать. Управляется все вот этим джойстиком. Вперед даете пусковой ток, назад тормозите. И самое главное во время движения держать ногой вот эту педаль безопасности. Потому что правила учат тому, что в сложной ситуации, если человек, например, заснул или потерял сознание, он поджимает ноги. Как только вы уберете ногу с педали, трамвай остановится в аварийном режиме. И тут я подумал, а что если набраться смелости и... Управлять этой штукой очень просто. Не сложнее, чем автомобилем, а может быть даже проще. 38-тонная машина поразительно легка в управлении. Плавное ускорение, уверенное торможение, низкие вибрации. Это настоящий трамвай 21 века, сделанный в России. И главное, что управление интуитивно понятно. Неудивительно, что на подготовку ушло так мало времени. Но пассажиров мы все же предупредили о смене экипажа. Уважаемые пассажиры, трамваем управляет корреспондент телеканала «Самара ГИС». Я делаю это впервые, поэтому если вам станет страшно, не жмите на кнопки. Я все равно не знаю, как реагировать. Просто кричите. Но, похоже, я ехал неплохо, поэтому из салона никто не сбежал. У этого вагона есть две проблемы. И одна из них, собственно, не касается качества трамвая. Она касается путей, по которым он движется. Они старые и уже очень сильно изношены. Поэтому вагон не может в полной мере раскрыть свой потенциал. Если их переделать так, как это делают в Европе, то трамвай не будет слышно даже глухой ночью. Практически все пассажиры говорят о том, что вагон классный и очень удобный. Много места, комфортно, выглядит современно. И они же сказали, что просто необходимо обновить и пути. К счастью, проблема ремонта путей вполне решаемая. Ежегодно в «Самаре» ремонтируют несколько десятков километров. К чемпионату мира ожидается реконструкция путей и строительство скоростной ветки. Так что пора перейти ко второй проблеме, которая требует участия жителей города. А вот еще одна проблема этого трамвая. У него нет имени. Есть только цифровой заводской индекс. Согласитесь, это не очень хорошо. Ведь практически у всех машин есть какие-то звучные имена. Поэтому водитель трамвая предлагает всей «Самарой» дать этому вагону хорошее имя. И это правильно. Ведь этот трамвай может стать едва ли не символом общественного транспорта «Самары». Ведь именно здесь, в «Самаре», самый первый вагон этого класса, созданный в Усть-Катаве, прошел главные испытания, результаты которых лягут в основу целого производства. За столетнюю историю нашего предприятия, это первый трамвай, который наше предприятие дает жизнь. То есть его в город Самаре привезли, он умел только катиться. Здесь мы его научили. Мы и представители завода Усть-Катава, Чехосалавак и Санкт-Петербурга научили его ездить. Сейчас учим его работать. И у трамваев такого класса обычно есть имена, такие как «Витязь», «Кристалл», «Электрон», «Метелица». Я разговаривал с заводчанами, почему, говорят, вы не дали имя этому трамваю, марки его трамвая. Они говорят, предлагайте, и мы дадим. Такие вагоны предприятие будет поставлять не только в российские города. Налаживаются поставки в страны ближнего зарубежья. И будет замечательно, если машина получит название и историю, которая связана с городом на Волге, в котором она прошла свое боевое крещение и где раздался его первый звонок. Продолжение следует...